Для начала представлюсь, вдруг кто-то меня не знает. Я, собственно, по-прежнему Анастасия Василенок. Снова с вами. По-прежнему я клинический психолог, гипнолог. Работаю с психосоматикой, а также я телесно-ориентированный психотерапевт. А это значит, что я также работаю с симптомом через тело. Угу. И тогда, вот в связи с тем, что я еще телесно-ориентированный психотерапевт, я в последнее время беру такие темы про тело, про женственность, про оргазмы и так далее. Да, сегодня у нас тоже такая с вами будет интересная тема. Тема сегодня женственность. Про женственность, в общем-то, назвала я ее стыд против женственности. И поговорим мы с вами про наше женское тело, про женственность. А вообще это врожденная функция, встроенная в нас или нет? И поговорим про основные причины, которые мешают развитию женственности. И еще у нас будет, вот мы поговорим про основные причины, и более того, мы сделаем первый шаг к развитию женственности и сексуальности. Да, будет у нас такая небольшая телесная практика. Я расскажу, что можно делать. Вообще очень много вопросов пришло в директ мне перед этим эфиром. А что же вас волнует? Я спрашивала, собственно, на окошко запускали. А что же вас волнует в вопросах женственности и сексуальности? И очень много таких вопросов было. А как же развить женственность и сексуальность? А можно ли это вообще сделать? А какие вообще женщины нравятся мужчинам? И так далее. Такая, ну вот как раз вот плюс-минус про эти вопросы мы сегодня с вами поговорим. И тему я озвучила как-то, может, ее можно? Ну-ка, я сейчас попробую. Нет, по-моему. Как-то закрепить ее. Может быть, так, наверное, не получится у меня. Не знаю, как я закрепить ее. Так. Нет. Ну, да ладно. В общем, стыд против женственности. Такая у нас наша тема. Смотрите. Начнем с того. А вообще встроена это у нас функция или нет? Или что это такое? Откуда она у нас берется? И вообще вот... Когда-то я смотрела фильм про... Снял его мужчина, который родился мужчиной. В 20 лет поменял пол и всю жизнь, в общем-то, прожил в теле женщины. И он снял фильм про вот таких же, как он, людей, которые когда-то сменили пол. И, в общем-то, вернулись назад. А в конце жизни он снова поменял пол. Прожив всю свою жизнь в женском теле, скажем, да, уже поменял пол, будучи женщиной. Он вернулся к концу жизни. Там за 60, наверное, ему было. Он опять захотел стать мужчиной. И снял фильм про такие же, как он, мужчины, женщины. И их там было немало. На самом деле достаточно много историй. У каждого своя история. Но, в общем-то, это все было про то, что... Я к концу жизни хочу опять вернуть себе свой пол. И что интересно, то есть, как будто бы... А, ну вот еще смотрела я в этом же разрезе было интервью женщиной, которая поменяла пол на мужской и по-настоящему, в общем-то, окунулась в этот мужской мир. Только поменяв пол, она смогла окунуться по-настоящему в мир мужчин. И тут она поняла, ну что, в общем-то, я женственная, что я женщина. Будучи там какое-то время, да, в мужском теле, ну она как-то не полностью операции делала. Потому что некоторые просто меняют пол, даже не делая операции. Или тоже... Такие тоже есть трансгендеры. И, в общем-то, ну, в общем, она поняла, что вообще-то я женщина. И что вообще-то у меня есть. И осознать-то она это смогла, только будучи уже в этом настоящем мужском мире, как мужчина. И она поняла, что это, в общем-то, были какие-то ее проблемы. Какие-то ее блоки. И это... Про это больше история. И смысл-то вообще этого фильма, интервью. Что, ну, в общем-то, как будто бы пол сменить нельзя. То есть нам что-то дано от природы. Да, есть, конечно, моменты, да, какой-то там... Ну, по-моему, один процент у нас вот эти трансгендеры вообще составляют. Есть какой-то... Какая-то такая, такой момент, что не сто процентов. Но, тем не менее, про то, что что-то в нас встроено, прошито, какая-то прошивка. Вот это женственность или мужественность. Или, ну, слушайте, изменение полупсихическое или это отклонение. Вообще у нас на Западе это... Ну, вообще это не является. Я не буду про это много рассказывать, на самом деле. Но интересная история. Сейчас идут все-таки даже страны Европы и Америки идут к ужесточению условий смены пола. Ну, как к ужесточению? Если, например, в Англии было... Поменять пол можно было с 9 лет, да. И просто достаточно недавно произошла история, когда девушка в 16 лет выиграла суд, потому что клиника слишком быстро согласилась ей поменять пол, хотя по закону разрешено, да. И тогда, в общем-то, когда деньги тут вымешиваются, вступают, деньги вступили в чат, да, и тогда сразу уже начинают менять и законы, да. И в Америке уже немножечко оттягивают уже с 18 лет только, а до 18 согласия родителей. А раньше можно было с 12 без согласия родителей поменять пол. Потому что как будто бы считается, что чем раньше поменяешь, тем проще. Но, с другой стороны, очень частая история, когда они уже не хотят потом, да, возвращаются, хотят вернуться к своему полу. И тогда мы к нашим баранам, к нашим вопросам женственности возвращаемся, ну, и мужественности какая-то, это все-таки есть прошивка. И что-то вот этой сексуальной энергии нашей, да, вот нашего пола, которая течет в нас. И есть какие-то блоки, есть там какие-то зажимы, там, установки, да, какие-то проблемы наши, которые ей не дают, ей свободно течь вот этой вот энергии. Ой, слушайте, я не знаю. Так, давайте я на вопросы буду отвечать в конце, а то мы затянем сильно. Я хочу вам много рассказать сегодня интересного. Так, вот про женственность поговорили, да, что вот эта штука какая-то встроенная в нас, да. И если мы почитаем в Википедию с вами, что там будет написано? Что такое женственность? Очень интересно, благодарю вас, да. Женственность – это совокупность качеств в женщине, таких как, там, эмоциональность, искренность, нежность, хрупкость, вот какие-то такие, которые вызывают в мужчине желание оберегать и защищать ее, да. Заметьте на минуточку, вызывают в мужчине, то есть не потому, что мужчина сильный, там, не потому, что он ее, там, оберегает и защищает, а потому, что женщина вызывает в мужчине вот это вот желание оберегать и защищать. О, кстати, хотела вам еще рассказать, чуть-чуть отойдем, про история у меня была из практики, да, вот про эти изменения пола тоже туда, то, что даже, чтобы нам эту тему закончить. Был у меня клиент, парень молодой, лет 17-18, и у него такая штука была, что 16 лет он хотел сменить пол. Почему? А потому, что женщиной быть выгоднее, быть легче, быть проще, потому что, ну, что тут же там, она слабая, и ей как будто бы мир ее сразу оберегает. Вот ты слабая, и тогда у нас правила, у нас этикет, у нас там нормы, женщину надо оберегать, защищать, женщине нужно помогать, женщину надо пропускать вперед, девочек бить нельзя, хотя девочки бывают там такие, так, мальчика достают, а бить нельзя, ну, как бы, ну, это нормально, ну, в общем, да, то есть, а мальчик-то чего думает? Силу свою в задницу засунь, сиди, терпи, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, вот такая история у него в голове складывается, то же, что девочке как бы выгоднее быть в этом мире, и ее мир принимает, ей мир все на блюдечке, а для мужчин не так все просто. Так, и, ну, вот эта история, да, с одной стороны, ну, в общем, он, сразу скажу, что он передумал менять пол, потому что, когда ему объяснили, что не такая простая история, это гормоны, эти операции, ну, вот такая, но, тем не менее, в голове-то у него осталась вот эта штука, что женщине как-то выгоднее быть в этом мире, а это взгляд со стороны, да, мужчины, со стороны парня, у него была сестра, и сейчас мы с вами посмотрим взгляд со стороны сестры, в общем-то, это она первая пришла ко мне в терапию, девочке было 14 лет на тот момент, и она сама попросила маму найти и психолога, пришла она с запросом, как думаете, с каким запросом она пришла, напишите, пожалуйста, как думаете, с каким запросом пришла девочка ко мне в терапию, немножечко подожду вас, у нас задержка, потом продолжу рассказывать, в общем, девочка, сестра, и мы сейчас посмотрим вообще взгляд с другой стороны, а как может быть в одной семье, в общем-то, семья совершенно благополучная, будем говорить, да, детей любят, о детях заботятся, но вот такая история произошла, чего-нибудь напишите мне, ну да ладно, буду так рассказывать вам, смотрите, девочка пришла с запросом, я ненавижу своего брата, вот такая история, и с ее стороны стать мальчиком, нет, но смотрите, стать мальчиком она не хотела, противоположно брату стать мальчиком, нет, мальчиком она стать не хотела, то изменить пол она не хотела, но она выглядела немножечко мускулинно, такие бесформенные футболки, короткая стрижка ежика, то есть такая, не как вот женственная девочка, которая, то есть она транслировала в мир вот такое, да, через свой образ, какую-то, что-то мужское, скажем так, и у нее-то в голове была совершенно другая история, что это мужчины, мужчинам все на блюдечке, мужчинам все можно, мужчины королей этого мира, мужчины, ну все, все им даром, да, то есть они сильные, и тогда все, они могут все, все, что захотят, и она почему ненавидит брата, потому что вот он ее обижает, вот он ее бьет, по ее мнению, да, с малых лет, хотя сейчас уже 14, и тот мог себе позволить стукнуть, но я думаю, что, конечно, это было не избиение, но тем не менее, было неприятно, как минимум, и, наверное, даже больно, ну вот какое-то такое было взаимодействие у них, и казалось бы, вот мужчина сильный, и все, он победил, сразу, да, от рождения, и, казалось бы, для женщины, ты можешь, в общем-то, стать сильной, есть варианты стать сильной, это единоборство, на самом деле, много женщин, занимаются единоборствами, там, каким-то спортом, боксом, я не знаю, ну, в общем, такая история, можно, и вам здравствуйте, ну, есть варианты, но, в общем-то, тема-то не в этом, тема не в этом, не в том, чтобы стать сильной, а в том, чтобы, что я не хочу, я не хочу, мне, почему ему сразу, вот так вот все выдано, а мне нет, то есть, вот такая, да, история, почему ему даром, а мне надо что-то делать, и, в общем-то, я не хочу вот это, я просто хочу, чтобы было по-другому, и с точки зрения сестры, брат всегда там, там, бежал или бил, началось это где-то в 4 года, когда, когда, собственно, война за территорию, когда ее поселили, подселили к нему в комнату, в детскую, и, ну, все, раздел территории, борьба, война и так далее, вот территориальный конфликт начался, вот такая история, пол она, конечно, сменить не хотела, но, вот эти моменты были, и она очень устала, на самом деле, эта ненависть, она уже, она как бы была неуправляема, просто это вот как вот трек, брат просто трек, да, что меня можно обижать, меня можно, со мной можно как-то там обходиться, и она сама вспыхивала, и она уже очень устала от нее, и она ее изматывала, ну, в общем-то, с девочкой все в порядке, мы поработали, потом мама говорила, что отношения у них наладились, отношения у них наладились, поэтому она как-то смягчилась, значительно в своих чувствах к брату, и это вот про разный взгляд, в одной семье, да, как женщина, как девочка себя чувствует, как мальчик себя чувствует, как они оба как будто бы обделены, то есть тот хочет, он считает, женщиной лучше, девочка считает, что мужчинам лучше, и вернемся к нашей, да, вот этой женственности, забыла я вам просто сразу рассказать про мальчика с девочкой, вот про то, что пишут нам в Экипедии, что мужчина, женщина вызывает в мужчине Эти чувства, да, женщина вызывает, и тогда есть какая-то встроенная энергия в мужчине, в женщине, да, какая-то встроенная история, которую мы блокируем, по сути, да, которая, ну, не может свободно течь тогда, когда мы ее заблокировали по разным причинам. Убеждения, проблемы какие-то, установки, опыт, опыт наш собственный или даже опыт наших родителей, да, они про период программирования не забываем. И мы, собственно говоря, вот женщина, когда мы блокируем эту энергию, и мы не позволяем ей проявиться, да, по разным причинам, и вот эта женщина, по сути, это состояние. Я бы сказала, это вообще моя любимая фраза, что-то про состояние. Женщина – это состояние, именно состояние, которое она транслирует. И вот это состояние по разным причинам недопустимо для многих женщин, не разрешают они себе его. И вот сейчас мы с вами поразбираемся, а почему, да, по каким причинам женщина не разрешает себе вот это состояние быть женщиной. Это про то, это часто про то, что я боюсь показать миру, а значит и мужчинам, а вдруг они тоже заметят, да, что я слабая и что я уязвимая. То есть свою слабость и уязвимость надо прятать, надо, нельзя, нельзя показывать, это опасно. Да и, в общем-то, даже если я там покажу, да, попрошу что-то, то есть тогда просить нельзя, тогда нельзя ждать помощи, потому что какая-то я тогда не такая, что я сама не справляюсь, да. Ну и, в общем-то, даже если попрошу, да все равно не дадут, да, такое в голове. Да что, сейчас мужик-то не тот пошел, ну, в общем-то, что с него возьмешь. Это про то, что, часто про то, что я брать-то не умею. Вопрос не в том, что мне не дадут, а в том, что я взять не умею. Это вот наш любимый паттерн, я в каких-то эфирах его уже разбирала, про сильную женщину. Ну, сильная женщина, мужик в юбке, там, баба с яйцами, как хотите, назовите, нужно и подчеркнуть, и можете подчеркнуть все. Потому что это все про то, да, все могу сама. Да, это про то, что я все могу сама. Вот это вот сильная женщина. И это же, ну, как бы, это и про нашу историю, когда мужчины уходили на фронт, а женщины оставались из-за себя, из-за того парня. И тогда там вынуждены были быть сильными, по сути. Это и про какие-то родительские установки истории, когда родительские послания, когда учат родители, что надо надеяться только на себя, надо все уметь самой. Ну, нельзя там что-то просить, не дай бог вообще попадешь в зависимость. Ну, вот такое тоже есть. Да, плачет, плачет, лак, насильная женщина. Ну, вот это работать с установками, да, со своими. Надо важно посмотреть, а что конкретно в вашей истории. Ну, как бы, если у нас родители дают такие послания, как стыдно быть беспомощной, что с тобой не так-то, что ты не можешь вообще с чем-то справиться, какую-то задачу тебе дали, ты что, не можешь, что с тобой не так, что ли, что какая-то кривая, косая. И тогда мы делаем какие-то выводы, формируем какие-то стратегии, которыми потом пользуемся всю жизнь. И тогда по помощи попросить стыдно, нельзя, что-то со мной тогда не так. Тема у нас женственность, стыд против женственности. Ну, про женственность, в общем, тема, разговариваем сегодня про женственность. Так, в общем, и такая тема есть, да. Или бывает, что нас воспитывают так, что надо быть лучшей, чтобы тебя любить. Ну, по сути, там, про то, что всегда и везде первый, лучший. Я там хочу для мамы грамоты, медали, первые места, отличница. Это, ну, вот какая-то такая тема. И я таким образом заслуживаю любовь. Заслуживаю любовь, да, ну, по сути, родительскую сначала, а потом партнёра всего мира, не знаю. Я для всех должна быть хорошей, лучшей, первой. Первой обязательно, да. И тогда меня примут и полюбят. Это вот про эта история. И ты тогда должна быть лучшим специалистом, лучшей женой, там, лучшей любовницей, опять же, не знаю, нужное подчеркнуть, а можно подчеркнуть всё, у кого что. И тогда должна быть идеальная. И я тогда должна победить всех, ну, в общем-то, и мужчин тоже. Мужчин тоже, потому что они тоже конкуренты. И, ну, это тоже здесь про какое-то отращивание виртуального члена, с которым я мерюсь, которым я мерюсь со всеми, с кем я сам сражаюсь, со всем миром, и с мужчиной тоже. Ну, и это, в общем-то, конечно, не вызывает в мужчине желание защищать и помогать как-то. Поэтому, так, давайте на вопросики отвечу позже. И вот, смотрите, в животном мире такую картинку можно наблюдать. Ну, вот, да, я всегда была пацанкой, не справиться с чем-то или не знать. Это стыд и позор. Ну, вот ваша история, да, стыд и позор. Сейчас у нас будет минутка биологии, путешествия в животный мир. И я вам хочу рассказать, что вот про то, что мы поговорили выше, про отращивание виртуального пениса, вот эта вся сильная женщина, я там лучшая, я доминирую. В животном мире можно такую историю наблюдать у гиен. Гиены, они... Пятнистые гиены, это единственные в мире млекопитающие, у самок которых отсутствует вагинальное отверстие. Это у меня сейчас по следам моей буквально недавней сессии, где клиентка сказала, что вот не было бы этой дырки в вагинальное отверстие, как бы вообще бы проблем не было, ну все, это же стопроцентная защита. Вообще никаких вопросов. И вот гиены, о господи, реализовали у себя это в реальности. У них нету этой вагинального отверстия. Но у них есть кое-что другое. У них вообще очень необычная репродуктивная система. Она такая уникальная, что многие века люди считали, что гиены гермафродиты. Почему? Потому что и у самок, и у самцов есть мужские репродуктивные органы. Это с виду так. Это только с виду так, сразу скажу. На самом деле, наша минутка зоологии продолжается. На самом деле, это не пенис у самки, это клитор. Он просто очень большой. Очень большой клитор, вытянутый, где-то 15-18 сантиметров. И, собственно, этот клитор превосходит размером пенис самца. Вот у самки клитор превосходит размером пенис самца. И он ей нужен для разных целей. Для мочеиспускания, для совокупления, для рождения детей, и дать детенышей. И это, ну, не самая удобная история. Но почему-то эволюция вот именно так распорядилась. Кстати, биологи не могут ответить на этот вопрос. А мы с вами сейчас порассуждаем. Значит, вот этот клитор, пенис-клитор, да. И чтобы вступить в половой контакт, это очень неудобная история, самке нужно поджать его. Ну, то есть втянуть. И тогда только возможен половой акт. И тогда только самец свой эрегированный пенис вставляет туда. Очень, не очень удобно. Но получается, что половой контакт возможен только с согласия самки. Если она не поджала свой клитор, да, для совокупления, никакого совокупления не будет. Это раз. История деторождения еще более неудобная. Потому что вот это узкое, через это узкое отверстие должен пройти детеныш, по сути, весом полтора, до трех килограмм, а не ну, средним два. Ну, представляете, да? И первый детеныш, идя по родовым путям, ну, и он, как правило, погибает от удушья, потому что, ну, очень узкое отверстие. И задача его, по сути, расширить отверстие, чтобы другие детеныши, ну, как-то проще прошли, родились. Да-да-да, представляете, да? Гиен у них вот так. Вот так у них, да, вот такая история. В общем, гиене, в общем-то, приходится платить за вот эту вот свою такую репродуктивную систему. Вот какую-то цену приходится платить за доминирование. У них, конечно, самки более доминантные. Они более крупные. Даже вот эти вот клитор, пенис у нее больше, чем у самца. Ну, и вообще у них там тестостерона больше. Ну, то есть я сейчас могу вам наврать, но, по-моему, где-то я читала, что у них там какой-то там биологический механизм обратного захвата эстрогена, который вроде бы вырабатывается, потом как будто бы превращается в тестостерон. И, ну, вот такая история. Могу наврать, но, по-моему, вот плюс-минус вот такая история. То есть на биологическом уровне они решили вот эту проблему доминирования, да? Они сильные женщины. У них там так все устроено. Матриархат, все дела. Вот так вот, да? Сильная женщина. Мы можем наблюдать ее на примере гиены. И это, конечно, еще история про безопасность. Вот я свою клиентку опять вспоминаю. Прекрасную. Которая сказала, что вот надо, чтобы как у куколки было, нету, чтобы никаких там вагинальных отверстий. Все. Тогда точно безопасно. Тогда никакой нежелательной беременности. Тогда ты не заразишься ничем. Никакой боли. Никакого унижения при проникновении. Ну, вот все. Вопрос решен. Ну, вот гиены решили так этот вопрос. И это вопрос, конечно, про безопасность, да? Ну, вот я так себе обеспечиваю безопасность. Если вернуться к моей клиентке, девочке 14-летней, да? То есть в которой тоже формировались такие взгляды, что мужчина сильный, мужчина все может и так далее. А если там эту историю не проработать было бы, то тоже возможно в будущем усиление этих, встраивание этих установок, что мужчина король мира, женщина знает свое место, там женщина номер два, а то и там не то, что номер два, а вообще какой-то ничего не стоит. Это тоже какой-то такой собирательный образ из терапии вам рисую. И мужчина сильный, он может сделать женщиной что угодно. И вообще его основная задача унизить женщину, сделать там, ну не то, что больно, но прям вот унизить. И через секс это сделать-то проще всего, да? Ну, про доминирование история, потому что секс у нас все равно про доминирование. На самом деле 80% женщин им нравится, когда в сексе мужчина доминирует. Ну да ладно, вот если вот мы вернемся к этим установкам, про мужчин, женщина с такими взглядами, она будет искать, будет искать в мире подтверждение своим историям, вот этим, которые у нее там где-то в голове отложены, разложены, по полочкам уже рассортированы, мозг уже разложил все, все по полочкам. И в мире-то на самом деле есть подтверждение, и этому тоже. И когда мы будем искать, мы найдем. Варвары ворвались, женщин убили, то есть это тоже образ из терапии. Там мужчин убили, женщин взяли в плен, да, такая, ну, они хотя бы выжили. И есть, например, такой обряд у индусов, который называется сати, который, в общем-то, состоит в том, что женщину, жену сжигают вместе с умершим или погибшим мужем. То есть женщина отдельно жить не заслуживает. Если ее муж, мужчина ее умер или погиб, то, значит, ее сжигают вместе с ним. Есть такой обряд. Ну, сейчас он, естественно, запрещен или редко встречается, как пишут. Надеюсь, что не встречается уже, да. Но, тем не менее, было такое. Ну, и опять же, у тех же индусов есть Камасутра, который как раз все про то, как доставить женщине удовольствие. И все храмы были в Камасутре, потому что сексуальная энергия – это, в общем-то, энергия жизни. Но мозг, который вот с этими установками, разложенными по полочкам, он будет искать вот это, он будет видеть только, например, обряд сати, да. А то, что там про Камасутру – нет, нет. Вот это нет. Ну, и женщины, конечно, безусловно, играли важную роль. Это тоже можно увидеть, но они не будут этого видеть. Например, про то же, как войны из-за женщин затевались. Вспомните ту же Троянскую войну из-за прекрасной Елены. Или там вспомним Клеопатру. Женщина, на самом деле, Клеопатра не была красавицей. Она далеко не была красавицей. Но что она транслировала в мир? Да, какую свою женскую энергию она транслировала в мир и привлекала таких же мужчин, да, великих, великих привлекала. В общем, такая история, что мы будем видеть то, что фильтры, наши фильтры, то, на что настроены наши фильтры восприятия. И, ну вот, такая, в общем, поговорили мы с вами, да, про то, что мешает женственности развиваться. У нас вот была история сильной женщины, была история мужчина опасен. Как думаете, что еще? Что еще может препятствовать развитию женственности? Что еще может нам эти палки в колеса вставлять, чтобы женская энергия была нереализована? Что еще может мешать нам вот это свое состояние транслировать, показывать, которое, в общем-то, есть? Есть, я думаю, что... Не думаю, я уверена, что она есть у каждой женщины. Напишите мне какую-то вашу обратную связь. Как думаете, что еще может влиять на развитие женственности, препятствовать развитию женственности, блокировать вот эту вот энергию женственности, сексуальную энергию? Друзья, хочу от вас какую-то обратную связь, чтобы мы в диалоге были. Ладно, давайте дальше продолжу тогда. Может, вы что-то мне напишите? Тогда еще обсудим с вами. Да, согласна. Стыд, стеснение. Да, стыд, стеснение. Стыд, да. Точно. Верно, все верно, знаете все. И, конечно, история стыда великого и великое, превеликое множество. И это даже вот... Перечисление, даже не буду сильно... Страх и боли, страх боли. Не буду прям сильно вам истории рассказывать, хотя в терапии, конечно, очень много историй. Давайте в общем поговорим, да. Например, детские истории. Застукали за мастурбацией. И даже если не застукали... Круче, геи, ничего нет. Прямо разрыв мозга. Да, да. Голова и мышление. Неверные установки предков, которые мы принимаем в детстве на веру. Да, да. Неверные, ну, верные-неверные эти установки кому-то когда-то, возможно, были верными. Там, возможно, спасли жизнь. Ну, и тогда для кого-то они, может быть, работали в каких-то определенных условиях. Но вот сейчас нам они точно не помогают, как минимум. И да, и вот я начала рассказывать. Например, застукали за мастурбацией или даже не застукали, а просто... Мама все время говорит, да, и вот история с терапией, что секс это стыдно, грязно, что спадали там принесешь. Все время переживает за дочь, чтобы она не стала шлюхой. И вот такая вот история, что и она уже, девочка уже понимает, что что-то она не то делает. Даже если ее не застукали, что вот это вот все, контакт с какими-то своими половыми органами, это грязно, это стыдно, это неправильно. Какая-то такая вот тема. Дальше. Что еще может быть? Какие истории про стыд? Стыд может быть там за другого, да, за родителей часто. Когда там секс родители увидели? Была у меня в терапии история, когда девочка вспомнила, как они ездили отдыхать куда-то, и мама привела, они жили в номере, в номер любовника. Дочь спала, я там, по-моему, лет шесть уже была. И потом девочка как-то все это услышала, была в недоумении. А мама ей просто сказала, ну-то тебе все приснилось. То есть она настолько обесценяла всю эту историю, ну, не-не, ничего не было. Хотя девочка в шесть лет своей уже на самом деле знала и про секс, ну, ну, как-то так случилось, и что это такое. И, в общем-то, примерно понимала. Ну, вот такая история про, ну, очень сложные у нее потом отношения с мамой складывались, да и потом и, собственно, в семейной жизни были снижение либидо, и она могла встрепенуться, только если история с мужем какая-то была такая, про то, что он где-то с кем-то переписывается, или вдруг он подозрение, что он идет на стрелу, ну, да, ну, вот какая-то такая история с изменой связана. Так. Что у нас еще может быть простыть? Что у нас еще может быть простыть? Ну, любые истории, когда ребенка в детстве просто стыдят, говорят, что там, ну, неважно за что, какой-то ты не такой, что-то не так ты выглядишь, что-то ты не так сделал, тело твое какое-то не такое. Это, конечно, истории какого-то растления. Ну, вот множество историй, множество историй простыть, и, конечно, это перекрывает, да, спазмирует нас тело, перекрывает течение этой сексуальной энергии, и нам выражать вот эту вот свою женственность становится крайне сложно, опасно, позорно, да. И вот в своем курсе «Женственность и сексуальность. Путь к себе. Путешествия по шести планетам вашего внутреннего космоса», который скоро у меня стартует, я стыд выделила вообще в отдельную планету, потому что это такие важные истории. Стыд, ади, да, насилие тоже. И стыд – это прямо такая отдельная планета. Вы попадаете на эту планету, вы главная героиня, вы в интереснейшей истории, на каждой планете своя история. И вот это, где вы попадаете на планету простыть, там есть домики, в которых в каждом происходит своя история, там будет трансквест, это совершенно новый формат, новый и интересный. И я вам обещаю, вам не будет, ну, будет очень интересно, и вы интуитивно выбираете домик, и там происходит какая-то история. Как, знаете, с метафорическими картами работает? А что же я могу выбрать, да, что там подсознание мне подкинет? Какую историю? И была ли она со мной? И, знаете, даже вот я, когда тестировала на одной своей знакомой, из фокус-группы, вот этот транс, и она говорит, ну, да, у нее на самом деле проблем особых нету с сексом, были некие проблемы с, ну, вопросы в общении с мужчинами, с выбором и так далее. Она говорит, ну, вот, да, я прошла, но со мной такой истории, ну, то, что она выбрала интуитивно, не было. Но через день ей приснился сон, и она мне звонит с такими квадратными глазами, с каким-то там ужасом, с восхищением, говорит, знаешь, мне приснилась история. То есть я сначала утверждала, что ничего такого со мной не было, но во сне мне пришла история из моего детства, которая связана, которую я совершенно забыла, да. То есть она на самом деле особых там каких-то установок про стыд не было, но она прорабатывала много каких-то мужчин, своих отношений, папу, каких-то еще мужчин из ее жизни, но всегда что-то не сходилось. И вот тут чего-то не хватало. Вот настолько, что было куда-то вытеснено. И вот тут у нее как будто бы пазл сложился. И она увидела историю из своего детства, которая связана с мамой, одним из ее любовников. Дядя Коля, назовем его так. И, в общем-то, она вспомнила эпизод как какого-то своего первого сексуального влечения. Дальше. Это была детская история. В 13 лет она вспоминает, что мама ей рассказывала, что вот этот вот дядя Коля говорил, слушай, ну ты-то прям вот красивая, очень красивая женщина, но дочка твоя будет просто нереальная. И тогда она узнает, что он еще ее и выбрал. Все складывается. Первое сексуальное возбуждение, он меня выбрал. И плюс отец еще меня не выбрал. И тогда все туда сходится. И тогда она понимает, а где же она заваливается в эту маленькую девочку? И почему она выбирает определенных мужчин, а других не выбирает? И видит только один тип мужчин, а другим отказывает? Какая-то такая история. И по сути, по сути, она понимает, что, в общем-то, всю жизнь прожила с дядей Колей. занавес. И такое тоже может быть. Вы понимаете, да, что даже не то, что транс сразу сработало, но это что-то запустило. И во сне пришла эта история. Она как на картинке, как со стороны вот увидела вот эту маленькую девочку себя. И то, что там происходило, эпизод. Поэтому такое тоже может быть. И, в общем, для этого я и делаю этот курс. Для этого я и делаю вот эти трансы для работы с подсознанием, чтобы мы вытаскивали эти истории. Были они или не были у вас там, что-то сработает. Вы можете, на самом деле, пройти все истории, и там будет такой открытый транс, в котором вы проживете свою историю. Поэтому такая мощная, глубокая работа. Мощная, глубокая работа. И будет у нас, вот эта планета у нас про простыд, она такая психологическая работа. А остальные все планеты у нас будут телесной работой. То есть это у нас транс-квест был, остальные будут транс-истории, в которые вплетены телесные практики, которые тоже помогают справиться, разрешить себе вот эту женскую энергию, раскрыть ее, свою женственность и сексуальность через тело. Почитать про курс можно в шапке профиля, PPI блога. Я думаю, что там, в этих вечных историях есть курс сексуальность, такой розовенький кружочек. 21 числа мы стартуем уже в эту субботу. Так, и вот про работу через тело. Потому как я являюсь телесно-ориентированным психотерапевтом. Собственно, я что делаю? Соединяю голову и тело. Вот эти все истории про стыд, про зажатие этой энергии, про сексуальность, это в основном про тазовый блок, конечно. Про тазовый блок. И мы там, конечно, будем с ним работать. Сейчас тоже я дам кое-что для работы с вашим тазовым блоком. Мы вообще очень умные. Голова наша очень умная. И мы там все через голову часто привыкли пропускать. Но тело-то на самом деле не врет. Мозг нас очень часто обманывает. Очень часто. А тело, оно нам никогда не врет. И в теле содержится вся информация. Все есть в нашем теле. Помните, да, мозг, психика и тело реагируют на какое-то событие одновременно, драматическое одновременно. То есть из тела тоже точно так же можно достать всю информацию. И чем мне нравится терезка, она на самом деле ну вот тело это вообще по сути наше бессознательное, да. И мы оттуда вокруг, то есть как это сказать, вкружным путем минуя сознание достаем чего-то и отрабатываем. И это, это, конечно, эффективно работает. Это здорово. И вот про тазовый блок немножечко. Тазовый блок. Что такое тазовый блок? Да, это же не только, это не только про связки, там, мышцы, там, что там у нас эти, господи, суставы. Не только про это, но и про внутренние органы, которые органы малого таза. И тоже ноги, да, потому что ноги, как известно, у нас растут худо из таза. Ноги у нас растут из таза. И тогда вот эта история про то, какие темы вообще в тазу живут. Это таз, это у нас место, ну, место нашей силы, по сути. Почему? Потому что крестец, крестец, вот, собственно, это зона, в которую идет очень много импульсов и она является основой, основой вот ну, вообще для всего позвоночника, основой для любого движения. И даже когда рождается ребенок, вот этот импульс к раскрытию, к рождению идет от крестца. Поэтому это очень важное место. Все сильные движения, естественно, идут у нас от крестца. Поэтому крестец это очень важное место. Ну, и вообще любые проблемы гинекологические какие-то, там, мужчин могут быть проблемы с урологией, какие-то проблемы с поясницей, тоже может быть все это про тазовый блок. И даже проблема с поясницей, это может быть про то, что неразвиты ягодичные мышцы, которые не держат, не делают то, что положено делать им, а нагрузка идет на поясницу. И поэтому какой-то спазм в крестце, спазм где-то глубоких мышц поясницы может влиять на уровень энергии в целом. Вот тазовый блок это про нашу энергию в целом, если она заблокирована, то, как правило, энергии у нас мало. Снижается либидо, способность получать удовольствие и оргазм. Как еще вы можете понять, что у вас есть тазовый блок? Это зажатость тазу. В общем, мы такие буратинки. Есть такие, видели, наверное, таких людей, которые такие, как буратинки ходят. Здравствуйте. Дальше. Какие-то малые подвижности таза, какие-то проблемы с гинекологией, невозможность расслабиться в сексе, нету доверия в сексе, не могу довериться. Тоже туда же про тазовый блок. Что интересно, это невозможность отстоять свое мнение, невозможность двигаться к цели. Это тоже говорит нам о тазовом блоке, про какие-то мощные естественные движения. Проблемы с либидо туда же. Поэтому это очень такая важная тема. Тема важная. И я хотела в конце вам дать какие-то такие упражнения, которые вы можете делать сами. Вот сейчас я хотела показать. Можно взять мячик. Сейчас покажу вам немножечко упражнений для тазового блока. Смотрите. Что можно делать? Сначала давайте знаете, что мы сделаем? Сначала мы давайте потрясемся. Самое работу с любыми блоками можно начинать с тряски. Вот так вот. Просто пружиним коленочки немножечко. Сейчас я попробую немножечко, чтобы у меня было больше видно. Да, вот так вот. Коленечки немножечко выщелкиваем. В телеске у нас нету никогда этих коленей прямых. Скажем, надо выщелкнуть колени это называется. И мы выщелкнув колени можем вот так на пяточках как бы вот так. эта тряска она и лицо у вас трясется, и грудь, и руки, все, все тело, да. Любые упражнения с любыми блоками вообще можно начинать с тряски. Потому что работают вообще здесь все. Так, дальше смотрите, что у нас, что мы можем сделать с крестцом. Покажу вам. Можем взять мячик колючий, например, да, вот у меня есть колючий мячик. И вот зону крестца можем просто разминать именно зону крестца. Или можем взять теннисный мячик, у кого какой есть. Вот так вот. А можем подойти к стенке, но тут я вам не смогу сказать, не будет видно, к стенке. в общем точно так же движениями об стенку крестцом этот шарик мячик разминаем. Так вам все видно, слышно? Покажите мне, пожалуйста. Так, пока вы мне ничего не пишете, ну ладно. В общем упражнение. Да, вот размяли крестец мячиком или колючим и об стенку точно так же. Всем телом вот эта зона крестца разминается. что еще можно сделать? Нам важно крестец, помните, я вам рассказала про крестец, он важен. Это наша основа, это наша сила, это наше все. Так, смотрите, что мы можем сделать на полу. Так, мы можем лечь и подложить под область крестца просто руку даже, ноги здесь можно распрямить и все, и таз здесь разваливается на вашей руке. Можно подложить что-то, шарфик свернуть, еще что-то такое, именно подобно с крестца, вот так вот. Ну, рука всегда под рукой, это удобно. И расслабляем таз, он как бы разваливается. Вот так вот, и так отлежим. Так. Понятно вам все видно, слышно. Так. И смотрите, ну еще классика телесно-ориентированной психотерапии. Райх, губка Райх. Показываю, да? Так, секунду, сейчас немножечко отодвину, чтобы было виднее. Видно, главное, чтобы видите мои головы, видите мой таз, и мы делаем вот так. Работает таз, работает голова. И волосы лучше при этом собрать, потому что они вот так вот. Активно, голова тоже активно работает, это важно. Так. Напишите, все ли вам понятно. все ли вам понятно, все ли вам было видно. Сейчас все расскажу, сколько времени так делать. Так делать можно, в принципе, рекомендовать достаточно продолжительное время, потому что хотя бы 10 минут, ну начните с 5. Начните с 5. Так, все видно и слышно, спасибо. Так, все ли понятно? Начинаем с тряски, да, обязательно. Разминаем, можно лицом потрясти еще тут тоже, чтобы расслабилось, можно подключить звук при этом. Поэтому, чтобы это было уже с челюстным блоком немножечко поработали, звук подключает горловой блок, можно еще вот так вот сделать, простукивать и поразминать зону диафрагмы, простукивать ее тоже. и вот здесь вот, и тогда мы несколько блоков сразу зацепим. И вот протазовый. Это работа с крестцом, разминаем мячиками, теннисный или колючий, и, лежим на, разваливаем, так, таз, да, расслабляем, эфир я сохраню, да, и, и, и губка Райха, классика, классика жанра. Райх, основатель телесно-ориентированной психотерапии. Так, благодарю, легкие доступные упражнения. Да, я специально подбираю. Кстати, на курсе я тоже подбираю достаточно простые упражнения, но действенные, потому что я давно в этой теме практик разных, и там я буду давать и телесные практики, не только с телесно-ориентированной психотерапией, но и из, господи, в общем, из разных все у меня уже. Так, да, все понятно, это тазовые часы упражнения, только без головы. Вот то, что я показала, там губка Райха называется губка Райха, так оно и называется, это у него такое главное упражнение на тазовый блок. Ну, и есть, конечно, там, что мы будем делать практики более глубокие, конечно, в курсе, сейчас я показала то, что можно показать в эфире, ну, вот какие-то про тазовый блок. В курсе, конечно, мы будем делать более глубокие практики, для которых нужна атмосфера, я там подбираю соответствующую музыку, погружение, да, и они будут более длительные где-то, но не сложные, в основном не сложные, тоже вы сможете их повторить. Так, вот, участие в курсе стоит, по-моему, 4 500, да, 4 500, вы можете зайти в шапки профиля, посмотреть, и там же, там же прям будет ссылочка на оплату. В вечных сторис розовый, розовый такой кружочек, розовый, да, курс сексуальной, женственности, сексуальность, путь к себе. Так, эфир я сохраню. Так, что, смотрю ваши вопросы еще. Такой комплимент мне поступил очень красивая для своих лет. Спасибо, спасибо. Для своих лет такая оказывается. Оговорочка по Фрейду не просто очень красивая, а красивая для своих лет. Ну, спасибо. Похоже, да. Похоже, да, но каждый, каждый возьмет свое. Человеку нужно что-то, что-то, что он хочет взять. Посмотреть на очень красивую для своих лет. Просто очень красивая. Да, Всегда 18. Да, 18 плюс опыт, как принято говорить. Спасибо вам за комплименты, друзья мои. Есть ли у вас еще какие-то вопросы? Я смотрю, сегодня кого-то поразила минутка зоологии, биологии и зоологии в нашем эфире. Про жизнь гиен может быть кто-то не знал и теперь мы связали это с нашими моментами. Да, кстати, биологи, я не шейцер, я ваш фанат, ну, спасибо. Кстати, биологи, до сих пор они не могут объяснить, почему же эволюции понадобилось гиенам именно вот так вот выстроить репродуктивную систему. А мне вот примерно понятно. Ну, что там случилось у них и почему, ну, не знаю, конечно. Так, все, тогда, друзья дорогие, благодарю вас, что были со мной в эфире, что пришли, что были до конца. Да, гиен тоже в шоке. А в городе я живу в Новосибирске и принимаю очно в Новосибирске, а онлайн по всему миру. Welcome, приходите. Приходите. Мячики, помним, да, для крестца. И, кстати, для стопы можно прекрасно использовать, тоже катать. Так что прощаюсь с вами. наше время заканчивается. Благодарю вас за то, что были со мной. Всегда рада вас видеть, приходите в мои эфиры. Эфир сейчас сохраню.